ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните движение BLM? Май 2020-го, когда каждая школьница в Америке была обязана выложить черный квадрат в Инстаграме. BLM! Все за BLM! Метро мне шагал вместе с BLM. Что это было? Но оказалось, что это был обман. Это был обман. И он действительно навредил стране. Кэнди Соуэнс сняла об этом документальный фильм под названием «Величайшая ложь. Джордж Флойд и подъем BLM». В ходе съемок она отправилась к воротам особняка в Лорел Кэннион, которым владеется основательница BLM Патрис Каллорс. Каллорс затем разместила видео, в котором жалуются на репортаж Кэнди Соуэнс. Смотрите. Итак, мы направляемся в Лорел Кэннион. Мы пока еще не видели здесь ни одного черного. Кто-то определенно дома. Там кто-нибудь есть? Я просто хочу поговорить с кем-нибудь, кто здесь живет. Сэр? Вы там? Я не уверена, что он позовет кого-то. Я вижу очень милую немецкую овчарку. Сегодня меня разбудила Кэндис Оуэнс. Она была на пороге моего дома со съемочной группой. Не понимаю, как покупка этого дома поможет черным американцам. Я даже не могу найти здесь черных. Здесь даже собаки не черные. Как это так? Они буквально пытаются уничтожить нас. Они пытаются уничтожить меня. Они пытаются уничтожить наше движение. И я просто хочу, чтобы мы были сильнее. Когда вы живете в многомиллионном особняке в Лорел Кэньон, это может быть тяжело. Кэндис Оуэнс, человек, который является причиной таких страданий. Вы только что видели ее в новом документальном фильме. Один из самых храбрых людей, самых умных присоединилась к нам. Кэндис, прежде всего спасибо за то, что ты делаешь. Похоже, весь тот период уже забыт. В чем, по-твоему, важность создания такого фильма? Именно в том, что, как ты сказал, они хотят, чтобы мы забыли. Они как бы бьют тебя по лицу, а затем говорят, идем дальше, не задавайте вопросов, мы переходим к другой идее. Важно сделать паузу и задуматься. И задать очень серьезный вопрос, который в то время никто не задавал. Мы все были обязаны добавить черный квадрат, пожертвовать деньги или высказаться онлайн о страданиях черных, чтобы они наверняка получили те 80 миллионов долларов, сумму, которую они получили за год. Но никто не спрашивал, куда идут все эти деньги. Мне было интересно, потому что они сделали меня врагом номер один за правдивые слова о Джорджи Флойде. Не как о герое, но как о наркомане, у которого в организме была лошадиная доза наркотиков в момент смерти. Это злило людей, потому что они эмоционально поддерживали БЛМ. И смотрите, я в футболке с символом БЛМ, но я добавила туда купюры, потому что на самом деле они ограбили американцев. Они украли эмоции американцев. Они извлекли эмоции. Они использовали боль черных, чтобы посеять смятение и отобрать у людей десятки миллионов долларов. И куда пошли эти деньги, Такер? Я расследую это в фильме, и люди будут шокированы. Я надеюсь, люди поддерживают движение трансгендеров, потому что именно туда пошла большая часть этих денег. И дальше след обрывается, потому что, когда вы решаете стать трансгендером, вы можете сменить имя. Так что мы не знаем, кем изначально были эти люди, но они получили сотни тысяч и миллионы долларов. Это... Я... 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 я не могу сдерживаться, я знаю, потому что я был там и видел это. Тебя практически забанили во всех СМИ, включая некоторые консервативные источники, за правдивые слова, задокументированные факты о Джорджа Флойде. Тебе нельзя говорить правду. Что действительно очень печально. Да, это действительно так. Позволь мне спросить тебя, ты знаешь кого-нибудь, кроме тех, кто живет в Лорел Кэннион и упомянутых трансгендеров? Ты знаешь нормальных черных, получивших выгоду от БЛМ? Нет, совсем наоборот. Я могу сказать тебе, что теперь миллионы черных страдают, потому что живут в городах, пострадавших от погромов и грабежей. И, следовательно, бизнес вытеснили. Его вытеснили, и он ушел. И почему бы ему не уйти? Им говорят, что есть места, где преступления разрешены, и что есть зоны, в которых не может быть полицейского надзора. Так что эти люди страдают экономически. И мы предсказывали такой результат из-за мошенничества БЛМ, от которого не выиграл никто. И вопросов много. По моему личному мнению, это схема по отмыванию денег. И интересно, что такие люди, как Патрис Каллорс, решили провести празднование инаугурации Джо Байдена в доме БЛМ. Все это в фильме. Это поразительно. И я хочу добавить, что я возглавляю фонд Black Seed Foundation. Мы получили письмо от налогового управления США через две недели после выхода трейлера фильма. Они сказали, что проведут проверку моего фонда. Я приветствую проверяющих, потому что я не мошенник. Я веду реальную работу в городских сообществах. Налоговое управление Байдена говорит нам, что мы не можем расследовать схемы, в которых СМИ являются соучастниками. Это немыслимо. Ты смелый человек. В какой-то момент они приходят за тобой, как ты знаешь. Кэнди Соунс, большое спасибо, что пришла. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok